Привет, девочки! Сегодня у нас будет небольшая распаковка посылки с сайта на Тино. Я на самом деле не планировала делать покупки косметики, но знаете, планировала одежду прикупить себе на весну. Но, так как магазин одежды закрыт, а онлайн я не люблю одежду покупать, потому что она мне может не подойти, и у меня нестандартный рост. Естественно, что у меня могут быть длинноваты рукава или... Ну, знаете, как это бывает, да? Поэтому я не рискую, всегда меряю всё. Я решила чуть-чуть тогда пошопиться онлайн. Конечно, все предупреждают, что посылки идут намного дольше, но не на Тино. Где-то мне посылка пришла, девочки, за неделю. Работают они так же, как работали, наверное. Так, здесь всё упаковано. Мы с вами будем скрывать. Так, какая первая ко мне посылка пришла? Я сделала просто две девочки. Вторая посылка... Нет, давайте я вас оставлю в меридиуме. Это одна декоративная, а другая не совсем декоративная. Ага, да, девочки, это декоративная посылка, видите? Тут уже всё просвечивает. А, это я взяла, девочки. Мне вылезло, у буржуа, оказывается, есть парфюм. Кобако, и он, кстати, знаете, какой... А, о, де туалет, да? Парфюм де туалет. Он оказался какой-то бюджетный. И у него было много отзывов, по-моему, на Натина. Я подумала, что за аромат. Если, конечно, мне не понравится, на ноги из виду его. Но оформление такое какое-то зимнее, правда? Здесь не написано никакие ноги. Посмотрите, здесь на... Написано на арабском. А почему? А, смотрите, 83%... Это спирт. Слушайте, я им буду дезинфицировать что-нибудь, если мне не понравится. Так, да, тут ничего не написано. Выглядит как одеколон на вид. Давайте, девочки... О, это и есть одеколон. Такой. Сейчас, девочки, пшикнутся на что-нибудь, что меня никак не касается и не будет раздражать. Девочки, помните, как это? Красная Москва? Во! Прям копия Красной Москвы, я вам скажу. У меня бабушка покупала Красную Москву. Точно, один в один, девочки. Ну, отлично. Боже мой, такой интенсивный запах и распространяется прям по всей комнате. Так, девочки, что было следующее? Следующее я заказала от Риммель. На Натина представлена марка бренд Риммель. А так, я ее нигде у нас не видела и мне захотелось попробовать румяна. Конечно, упаковка очень-очень хлебкая, хлипкая, но если действительно развалится, у меня есть магнитная. Я тогда ее вытащу, вставлю в магнитную палетку. Так, кисточка здесь жесткая слишком. Она слишком интенсивно будет наносить продукт. подошла бы для чистки бритвы. Так, и давайте оттенок такой немного, знаете, какой, как будто чуть-чуть персиковый. Ну, сейчас посмотрим. А, видите, коралл называется. 190 коралл. Ну, да, есть здесь коралловый немного. Хороший оттенок на лето. Я почему-то думала, что он такой больше немного сатиновый, он какой-то матовый. Он, конечно, не сухой матовый, а такой, знаете, бывает прям матовый-матовый. Ну-ка, дайте-ка еще. Я посмотрю. Да, здесь есть мелкие частицы. Ну, совсем-совсем мелкие. Бывают, знаете, такие варианты матовых. Давайте вот этот уберем. Есть разные варианты матовых румян. Это из такой вот серии. Также от Риммли я взяла себе шиммерный бронзер. Мне очень понравилось, что здесь несколько палитр. Видите, вы можете контролировать. Я думаю, вот это будет близкий к румянам. Видите? Такой с красноватым чуть-чуть батоном. Вот этот нейтральный. Вот более на загорелую кожу. И вот этот более вообще как пудра. Но если смешать, девочки, сейчас мы посмотрим, при смешивании. Да, вот этот прям пудровый. Видите, здесь можно контролировать оттенок. Это очень интересно. Давайте смешаем все. Знаете, больше напоминает мне, если честно, румяна. посмотрим. посмотрим. Может быть, я буду одну половину как бронзер использовать, а вот эту вот как румяна. Знаете, для путешествий, хотя сейчас какие путешествия, но все равно прикольно, да, у вас будет два в одном. Вот такой оттенок румян. Хотя на загорелую кожу наоборот будет классно смотреться. Так, и последние девочки. Я взяла румяна буржуа. Почему решила взять? Во-первых, мне нравится компактная упаковка, видела у девочек, очень такая красивая, как а-ля миниатюрка. А сколько здесь продукта? 2,5 девочки. Более чем достаточно. И это запеченный, да, румяна. Здесь, например, у нас 4,5. Расходится будет несколько лет при моем количестве румян. Так, у нас тоже, девочки, но вот это я не буду пользоваться кисточкой. Я ее беру отсюда. А здесь у нас что? Господи. Потом почитаю девочки. Вот такой вот оттенок. Я не могла точно понять, какой я хочу. Взяла на пробу сначала один. Мне, знаете, понравилась палетка, которая мне прекрасна. Елена подарила. Обожаю тут использовать и румяна, и а-ля хайлайтер. как бронзер. Очень нравится подсвечивающий эффект, поэтому я решила и другие румяшки от буржуа попробовать. Другие оттенки. А, девочки. А он не шим, он не такой сатиновый, как я думала, он более такой матовый. даже на риммль похож. Видите, оттенок очень такой пигментированный румяна. Жалко. Вот как понять, какой из них такой более сатиновый. Хотя блестки вот явно видны. На руке просто они как-то не переносятся. А, нет, есть, есть. Если присматриваться, то есть, девочки. Такая прикольненькая медиатюрка. Он просто выглядит так очень компактно. Так, девочки. И опять же таки здесь тоже что-то очень интересное. Выбрала себе нюдовый лак от риммль. Хочу попробовать. Что это за лак такой, как он будет держаться на ногтях? 8 миллилитров. А кажется, как будто здесь очень мало, да, продукта. Ну, обычный, нюдовый. Он нюдовый, может быть, даже холодный нюдовый. В сиринку как будто уходит. Здесь есть оттенок, который мне вам показать. Сейчас, девочки, сама посмотрю. Не вижу ничего. А, вот. Naked Class называется, девочки. 804 оттенок. Также я решила от Bourjois каял попробовать. Черный. Не знаю, может разрисуется, но он довольно такой твердый. Стрелки, наверное, на верхнем веке будет хорошо им делать. на слизистую я люблю каяла от Catrice. Девочки, они безумно мягчайшие. Во-первых, стойкие, весь день держатся от Catrice. И не расплывается. Мне это очень нравится. И нежно наносится, потому что по слизистой нужно, чтобы карандаш был очень мягкий. И девочки, я решила попробовать помадки от Rimmel. Смотрите, какие у них упаковки прикольненькие. Чуть-чуть такой закос под Maybelline, мне кажется, только, видите, со скосом таким. Здесь корона. В отличие от Maybelline, мне кажется, они полегче будут. Так, этот оттенок, девочки, Pink Fame 370. Увлажняющая серия, девочки, я сейчас да, флакончик какой-то прям дешевый, даже осенса подороже ощущается. Вот этот пойдет, мне кажется, больше на осень. Ну, то есть, я осенью люблю, осенью, зимой такие носить. Хотя в видео, мне кажется, я практически никогда такие не наносила. Надо будет подумать макияжи. Я просто, знаете, когда делаю нейтральный розовый макияж или нюдовый макияж или какой-нибудь светлый коричневый, я всегда беру вот такую более интенсивную помаду. Так как я на камеру делаю более яркие какие-то, беру оттенки, я беру соответственно более нейтральные помады. поэтому вы практически никогда не видите, чтобы я такие помады носила. Эта ягодная помада уходит немножечко в фиолетовый такой бортовый фиолетовый оттенок. Мне кажется, камера хорошо передает. Вот. А не хочу, девочки, больше никаких долгоиграющих помад, хочу только увлажняющие. Мои губы очень любят увлажняющие помады. Так, 200, оттенок латина. Мне кажется, немножечко похож он на Манхэттен. Надо будет потом сравнить. Ой, нет, он в какую-то ржинку уходит розовую. Ничего себе. Интересный оттенок, реально. Такой розовый действительно есть чуть-чуть ржинка, но совсем чуть-чуть, девочки. Еле уловимая. Вот только по стику можно догадаться, что тут что-то такое есть. Интересный красивый оттенок. Мне кажется, вот такого у меня нет. Вот что-то подобное есть, возможно, вот такого нет. Видите, венка просвечивается, значит, он такой полупрозрачный оттенок. Так, и еще одна помадка. Оттенок 205. Pink Pink. Это все одна серия. Там были, по-моему, и другие девочки, но возможно матовые. Но я выбрала вот эту серию. Тоже какой-то ягодный оттенок, но больше в красный уходит. интересно будет попробовать помадки, потому что отрималь девочки у меня не было до сих пор вообще ничего. Так что здорово, что есть такой сайт на Тину, на котором есть бренды, которых у нас не найти. Так, это все, девочки? Да, это девочки все. Кстати, девочки, спасибо. Это кто-то из вас мне подсказал про этот сайт, я про него и не слышала. И, кстати, я там посмотрела, а парфюм мой Alien там стоит дешевле, прикиньте, дешевле на пару десятков евро, тот же самый, те же самые миллилитры. А, но я Alien, конечно, буду на разлив покупать у нас в Дукласе, когда уже начнет заканчиваться, когда подкрывается магазин. Но это будет не скоро, наверное, осенью, где-нибудь к зиме. Все, девочки, это были все мои покупочки, надеюсь, вам было тоже интересно посмотреть, будем с вами все тестировать на коже, и потом я вам все расскажу. Всем хорошего дня, хорошего вам настроения, и до следующего видео, девочки, пока-пока.